МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люблю я лето в деревеньке. Все такое яркое, пестрое, а воздух наполнен ароматами цветов и трав. Люблю я встречи с вами, сельчанами. Ваши истории из жизни я готова слушать часами. А потом с удовольствием ими делиться в нашей программе. Давайте посмотрим, что интересного узнали наши корреспонденты и я на прошлой неделе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сжали молодые. Женщина была особенно здоровая. И как бы ей была семья. Это значит, муж и детки. Первое зерно пшеницы собрали в Горецком районе. Уборочную кампанию начали с зажимками по стародавней традиции. Вот это моя первая работа. Мне захотелось почему-то сделать розочки. Тюльпаны, гладиолусы, анютины глазки из теста. Пусть несъедобные, но такие необычные. Деревенька приобщилась к искусству тестопластики. Когда работаешь, например, с растениями в саду, творчество, оно само начинает выходить из тебя. То хочется, например, порисовать, то хочется что-то повышевать, то поплести. Она и ткет, и вышивает, и садоводством занимается. Знакомимся с мастерицей на все руки Светланой Желток. Чем белорусская глубинка может быть интересна иностранцам? Вот я, например, своих гостей угощаю драниками со сметаны да со шкварками. И денег за это не беру. А вот фирмы, которые занимаются туристическим бизнесом, неплохую прибыль с этого имеют. На неделе наши с вами депутаты изучали перспективы агроэкотуризма. Заработали на зоосаде, гостиничном комплексе и сувениров более 13 миллиардов рублей, рассказывает самый главный человек агролесно-технического колледжа в Буинчах Георгий Малиновский. Осваивают новые площадки. Взялись за музейно-историческую экспозицию с зотами и траншеями. Толщина стен минимум метр двадцать. Бизнес колледжа остается на плаву, потому что постоянно обновляется, что привлекает гостей. За время работы зоосад посетили более двух миллионов человек. Про такие успехи пока только мечтают на частной базе отдыха у Салтановки. Государство помогло бизнесменам с получением земли. В прошлом году начали работать гостиница, открытая площадка, белорусская кухня на берегу озера. У нас поджарочка сала и мяско. Подливка такая, специальная каша. Каша и бульба с печки, а еще домашняя колбаса пальцем пиханая. Визитная карточка теперь и туристического бизнеса семичек варевых с Чигиринки. Приобрели с мужем на аукционе землю. Поставили один домик, потом он решил сыну дом поставить, ну дачу. Но потом увлекся и видите, что из этого вышло. Как бы семейный отдых у нас, чтобы тишина, люди приехали и именно заслаждались этой тишиной. Весь июль расписан для гостей. Раз такой наплыв, надо расширяться, решили бизнесмены. Вот бы еще и турфирмы помогли. По желаниям могилевским депутатам, которые проехались по таким местам. Наши турфирмы надо переориентировать не только, чтобы через них заказывали туры, условно говоря, Турция, Египет, Франция, Италия или еще куда-то. А чтобы они работали в обратном направлении. Туристический бизнес в Могилевской области получил прибыль 6 миллиардов рублей и впервые заявил о себе как успешная сфера. Поддержка агроэкутуризма есть. Белый агропромбанк выдает льготные кредиты, которые сегодня необходимо задействовать. Вполне возможно, может быть, не надо гнаться за этим количеством, что их должно там сотни быть сегодня за качеством. То есть лучше, да меньше, да лучше, да больше валют, я бы сказал так. Вот это правильнее было. На очереди сразу несколько крупных туристических бизнес-проектов, которые дополнят 50 существующих комплексы, возводят в Быховском, Осиповичском и Могилевском районах. Сельскохозяйственный праздник зажинки провели в Горецком районе. На пшеничном поле Горецкой райагропромтехники воедино сплелись старинные и современные традиции. По стародавнему обряду жней сделали первый снов, после чего в поле вышла зерноуборочная техника. Традиция праздновать зажинки в Горецком районе существует достаточно давно. Особенно популярным праздник первого зерна стал во время коллективизации. Палентина Богачева зажинки помнит еще с детства, потому и весь ритуал знает досконально. Старые не жали тоже. Старые только благословляли, их уносили хлеб, соль, икону, а жали молодые. Женщина была особенно здоровая, и как бы ей была семья, это значит, муж и детки, что были. Но прежде надо убедиться, готова ли к пшенице к большой жатве. Это дело хозяйское. Нива уже шелестит, зернышки, колосья сгибают голову. Это говорит о том, что подходит период уборки. Первый снов по традиции отдают хозяину поля, второй – главе района. И вот эстафета от традиционного серпа наших прабабушек переходит к современной технике. Технику мы подготовили заблаговременно. В основном это белорусские комбайны по льесте Гумсельмаша. Техника вполне себя оправдывает, ничем не уступает импортным аналогам, поэтому ставка у нас делается в основном на них. Каравай в Горецком районе надеется собрать больше прошлогоднего. Планируемая урожайность – 45 центнеров с гектара. На поля выйдут 124 комбайна. Главное, говорят аграрии, чтобы погода способствовала, техника не подводила, а механизаторы работали добросовестно. А чтобы все это сбылось, для хлеборобов сделали обереги. Есть желание, есть силы. Брать за зернышко, чтобы не подвел комбайн, чтобы самому бодро себя чувствовать. Мы всегда говорим о том, что техника без человека – это железо. Поэтому ставку мы делаем всегда на человека, на людей, на специалистов в данном случае, которые знают, как эта техника работает и как от нее получить наивысшую отдачу. Первое зерно отправится на Горевский элеватор. Готовы к новому урожаю и зерносушильное хозяйство района. За день они способны принять 7,5 тысяч тонн зерна. Что можно делать из теста? Первое, что приходит на ум – это печь пироги, печенье и прочие вкусности. А еще из теста можно лепить целые букеты цветов, рамки для фотографий и прочие оригинальные вещи. Предлагаю посмотреть, как деревенька получила ценный мастер-класс по тестопластике. Мы сперва тоже не поверили, что все это цветочное многообразие сделано из обычного теста. Ирина Сорокина, жительница деревни Овсянка Горевского района, тестопластикой занимается не так давно – два года, а уже делает такую красоту. На вкус работы из теста, конечно, не попробуешь, а вот любоваться ими можно бесконечно. Потому персональная выставка мастерицы пользуется большой популярностью. Вот это моя первая работа. Мне захотелось почему-то сделать розочки. Не знаю, вот когда начинаешь делать, лепить вот эти лепесточки, они такие вот именно сформировать их, согнуть. Вот несколько я их спортила, пока у меня все набило руку немножечко, пока получилось. Не только букеты можно лепить из теста. Вот такие оригинальные рамки для фотографий могут также стать отличным украшением интерьера. Внучка и внук. И я решила для них сделать рамочки. И для девочки решила лисичку сделать. Вот мне понравилась лисичка. Она у меня такая внучка, хитренькая такая, ну вот как лисичка такая. А внук – любимая собачка вот у него. Свои подарки получили и другие члены семьи. Для зятя-ветеринара Ирина Ивановна вылепила вот такую веселую семейку. Но самая сложная работа Ирины Сорокиной на выставке не представлена. Это «Сердце в ладонях» – подарок для врача-кардиолога. Сердце нужно было действительно. Интересно, когда оно настоящее, анатомическое. Просмотрела в интернете много вариантов. Биологии, книги проглядела. А вот эти работы станут хорошим украшением для кухни. Есть тут и забавные пищевые цепочки. Кот любит мышь, а мышь любит сыр. Это такая, типа, как пищевая цепочка. Программа «Деревенька» также решила смастерить нечто подобное. И под руководством опытного мастера Ирины Сорокиной мы будем мастерить сову. Перед началом сразу, естественно, замешиваем тесто. Тесто может храниться очень долго – неделю, две. Все в холодильнике. Есть какой-то рецепт? Рецепт. Два стакана муки, стакан мелкой соли и где-то полстакана воды. Тесто у нас заготовлено заранее. В одну половину добавили какао для придания цвета, конечно. Раскатываем наше тесто в овальную форму. Вверх пошире, низ поуже. А далее в ход идет все, что есть под руками. Даже маникюрные принадлежности. В качестве клея используем обычную воду. Давай, перышки делаем. Видите, как получается красиво. Первый ряд у нас идет, а второй ряд между ними уже стрижем. Между. В шахматном порядке. В шахматном порядке получается у нас, да. Крылья и лапки делаем из светлого теста. Так наша сова будет выглядеть более правдоподобно. Вот такой вот символ мудрости получился у программы «Деревенька». Эта совушка будет сохнуть приблизительно еще неделю. После чего я отправлю ее в свою личную коррекцию. Спасибо вам большое, Ирина Ивановна, за очень ценный мастер-класс. Мне было очень приятно. Поглядите вокруг, сколько зелени, цветов, ярких красок. Эта красота рукотворна, а создала ее творческая натура по имени Светлана. А еще она первоклассная ткачиха. Ведь не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. Роз у меня очень много. Поэтому самая большая гордость здесь, наверное, розария. Одного мне было мало, поэтому решила продлить его и сделать два розария. У Светланы, как у настоящей хозяйки, клумбы всегда прополоты, кусты подстрижены и цветы политы. Особое внимание благородным, но капризным красавицам розам. Их ландшафтный дизайнер собрала здесь около 40 сортов. Правда, ради результатов стоит и потрудиться. Их надо вовремя обрезать, их надо обработать раза два в месяц, потому что очень болеют розы. Их надо вовремя подкормить. Ну а самое главное, к вашему мнению, что должно быть, чтобы все бушевало, цвело и радовало глаз? Труд надо. Надо приложить любовь и труд. Если любишь растения, они тебе тем же отдают. В белорусской деревне можно увидеть разные виды ландшафтного дизайна. Вот вам стиль кантри с телегой. Ну а вот самый настоящий японский сад. Только у нас, в деревеньке. Вот здесь представлены на этом участке кусочки японского сада. Для японского сада характерно минимализм. Маленькие растения, минимумы. И в определенном порядке выложены камни. И все это благодаря умелым ручкам дизайнера Светланы, а по совместительству и ремесленницы. Правда ведь говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Решила хозяйка ткачеством заняться. С подругой восстановили старый ткацкий станок, нашли к нему детали и попробовали ткать, как делали наши прабабушки. Сделали несколько таких паном. Потом попробовали заправить нитки, попробовали соткать рушник. Вот такой рушник у нас получился тогда тканый. Келим из овечьей шерсти, конопляное покрывало и вышитые сорочки из разных деревенек и сел Могилевщины. Настоящее богатство для тех, кто не хочет терять связь с предками. Их собирали всем миром. Теперь мимо этой ткацкой не пройдешь. Столько всего интересного. В ткачестве и вышивании, говорит Светлана, хотелось найти вдохновение и свои корни. Когда работаешь, например, с растениями в саду, творчество, оно само начинает выходить из тебя. То хочется, например, порисовать, то хочется что-то повышевать, то поплести. То есть, наверное, на обычной работе, когда рутинно вот это вот и быт, оно так все это забивает, что нету развития творчества. А когда более свободен человек, ближе к природе, тогда, наверное, вот это вот все и проявляется. Ремесленник-дизайнер уверена, все, что сделано руками человека, хранит душевное тепло. Потому-то оно так ценится. Это все, о чем я успела поведать вам сегодня. Но прежде чем попрощаться, предлагаю составить планы на ближайшее будущее. На первом месте, конечно же, приусадебный участок. А в выходные можно заглянуть в Мстиславль на рыцарский фест. Ну и, само собой, отправиться к нам в деревеньку. Но это уже через неделю. Всем удачного времяпрепровождения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok